Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, Андрей Голополосов и наш шеф-повар Евгений И мы для вас в рубрике «Смачный ранок» приготовим интересное блюдо, которое каждая хозяйка сможет без особых проблем, но с определенными навыками, сделать у себя дома. Евгений, здравствуйте! Что мы будем сегодня готовить? Доброе утро! И сегодня мы приготовим популярное в Италии блюдо, которое называется брускетты с сыром рикотта и помидорами. Для этого нам непосредственно потребуется сама основа – это хлеб чаббата, помидор, крымский лук, рикотта, сыр и ростки подсолнуха. Ну и с чего же мы, пожалуй, начнем? Для этого нам необходимо будет нарезать два слайса хлеба, которые являются для нас основой сегодняшнего блюда. Отложим его в стороночку. Мелко нарезать крымский лук. Еще обратить ваше внимание, что нарезать его нужно очень мелко, по возможности, потому что в дальнейшем он может этим самыми большими кубиками испортить вкус всего блюда. Следующее, что мы должны сделать, это отделить филе помидор от семечек и в шкуры. Звучит может быть сложно, на самом деле это очень легко. И как же мы это сделаем? Отделяем крайности, делим напополам, удаляем. То есть семечки мы полностью должны убрать? Ну да, они же дадут нам жидкости. Теперь я стал сохранителем тайны. Позже я тебе покажусь покортили апельсином. Ничего себе. Да-да. А филе хлеба у нас будет? Конечно. Без костей. То есть у нас получилось филе помидора, которое не будет в дальнейшем течь, так как сыр у нас тоже мягкий. Мы добавляем еще при этом все оливковое масло, бальзамический уксус, то есть он жидкий. Максимально, да, то есть лишнюю жидкость как бы убрать, не исключить. Мы заправляем это все нарезку нашу оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Обещаю внимание, что бальзамический уксус может быть как черный, так и белый. Кроме цветов, не есть какая-то разница? Конечно. Вкусовые? Конечно. И разный виноград при этом участвовал. Ничего себе. Есть разница между белым и красным? Кроме цветов фактически нет. А, нет, есть. Красное вино, для красного вина применяется виноград с использованием кожуры, а для белого исключительно без. Но белое вино можно сделать из красного винограда, удалив кожу. Вымешиваем, но не прижимаем. Заправляем. Как он? Крути, крути. Перцем. И добавляем чуть-чуть соли. И опять-таки перемешиваем. И опять-таки перемешиваем. Что касается самого хлеба чабата, конечно же, он может быть на любителя. То есть, либо это может быть свежий, либо это может быть тосты. Это могут быть также тосты, натертые чесноком. Ну, на любителя. То есть, мы взяли классический вариант, это обычные тосты. Не поджариваем. Не поджариваем. Вот. Сыр рикотта у нас идет сверху небольшим, собственно говоря, слоем. Но, в принципе, достаточно обильно промазываем, потому что наша начинка будет ложиться сверху, и она должна прилипеть. Одно только жаль, что у нас сыр рикотта не является местным, да, в производстве? Или Украина уже научилась интерпретировать это на свой лад? Ну, нам тоже есть чем похвастаться. Естественно. Нашей брынзочкой. Я извиняюсь. Не извиняйтесь, этим надо гордиться. Красочно, да, получается? Очень красочно. У меня уже, если честно, дело подходит к завтраку. И уже хочется схватить его, и не дождавшись финальных ноток, я так понимаю, посредством вот этих прекрасных зеленых малышей, уже приступить к трапезе. Немножечко редисочки. Кстати, редисочки. То есть здесь не только подсол? Нет, нет. Еще и редисочка. Ничего себе, она на вкус прям как редисочка. Как редисочка. На этом, собственно, все. Вот, осталось это все красивенько подать. Конечно. И у меня есть идея. То есть, что мы можем для этого сделать? Сейчас еще очень модно. Ну-ка, ну-ка. То есть, тем же сыром рикотты. О, так это можно будет прямо туда макать. Ну, может, кому-то будет недостаточно. Ну, сейчас. Вам. Приятного аппетита. Еще хотелось бы сказать спасибо Гастро Пабу Допинг за то, что принял нас в своих стенах. Дал возможность показать, как готовится это прекрасное блюдо итальянской кухни. Спасибо вам, Евгений, за то, что рассказали нам тонкости этого приготовления. Надеюсь, у вас все получится в домашних условиях. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!